Я должен сказать, что когда мы говорим о войне, мы занимаемся в своих проектах, проектом «Бессмертная память», то сегодня как никогда веское слово «войне» и память о ней важна для формирования единого нравственного поля, создания прочного фундамента общих духовных ценностей Большой Евразии. Это, конечно, память о победе составляет органичную основу пространства евразийской цивилизации и культуры, составляет основу цивилизационного единства Евразии, наших народов. И наши проекты, они направлены на то, чтобы это цивилизационное единство упорачивалось, а не утрачивалось, на то, чтобы мы эту память передали новым поколениям, особенно молодежи. Итак, этот проект «Бессмертная память», он включает в себя, в первую очередь, конечно, это тот фестиваль, который мы сегодня или вчера, вернее, мы решили назвать, теперь он будет называться, Международный кинофестиваль. Победили вместе имени Владимира Меньшова вчера, когда было прощание с нашим почетным президентом фестиваля, вместе с которым мы, начиная с 2015 года, когда он возглавил фестиваль, то из небольшого тематического фестиваля мы превратили его к 2019 году, уже в крупнейшей на территории России фестиваль документального кино, смотр документального кино. И с авторитетным и широким международным участием более 35 стран ежегодно заявляли свои работы. И это в Крыму, когда мы говорим об исторической памяти, то она должна быть, мы подразумеваем, что полнота исторической памяти подразумевает признание Крыма безоговорочно российским. И вот именно в Крыму мы создали такое мероприятие, событие, которое признано уже международным профессиональным сообществом и все более привлекает в свои ряды профессионалов, творческих людей России и всего мира, стоящих на позициях исторической правды и отстаивающих ее в своем творчестве. Это стало точкой сборки этого творческого сообщества. И главное, что молодого творческого сообщества. И наряду из этого фестиваля, вот на его основе, родилась новая инициатива, которая уже третий год развивается в нашей работе. Это международные общественные форумы сохранения правды о Великой Отечественной и Второй мировой войнах. И сегодня, когда мы уже восьмую сессию, вот на прошлые, на прошедшие дни проводили сессию этого форума «Защитить правду и память о победе», где уже приняли участие, принимают участие тоже 30 стран уже, более 30 стран с активным участием наших китайских коллег, нам пришлось два дня проводить, и еще на 15 число назначить третье заседание этого форума, ибо столь активное участие, столь активное желание внести свой вклад конкретными проектами и участием, оно уже на всем евразийском пространстве. И мы создали, выполнили решения наших предыдущих форумов и создали Международный общественный комитет, победили вместе. Основные направления работы которого – это сохранение исторической правды и противодействия попыткам фальсификации итогов Второй мировой войны, предложение о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, памятников борцам с нацизмом во всех сторонах, всемирным мемориалам человечества. Вот это конкретная работа, которую мы ведем через проект «Память». Его возглавляет замечательный наш коллега из Литвы Юриус Тракшалис и Иван Иванович Агати издаются ими. Дальше это будет уже при участии и поддержке Ассамблеи активной, но ими изданы уже шесть книг, включающих подробное описание и реестр памятников борцам и жертвам с нацизмом. Это Эстония, Литва, Латвия, Венгрия, Молдавия. Сейчас завершена работа по Румынии, готовится по Болгарии. Но эта работа должна продолжаться. Это создание, присвоение от имени международной общественности званий и наград по аналогии с ранее установленными государственными званиями и наградами, потому что есть целый ряд моментов, когда те или иные эпизоды Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, не нашли в свое время адекватной оценки награждения по разным причинам. И сегодня наши коллеги из Казахстана, например, ставят вопросы о награждении западных областей Казахстана, которые были тылом Сталинградского фронта, там сларакада снабжения фронта были, диверсионные группы бомбили эти города, и они не получили никакой, в то время не получили награды соответствующие. Значит, это работа также в международном плане, потому что это от острова Корехидр, филипинского, который оборонялся там полтора месяца от японских милитаристов, и до Вестерплаты в Польше. То есть эта работа очень серьезная, интересная и важная. Еще одно направление – это признание действий нацистской Германии геноцидом и осуждения в публичном пространстве преступлений нацистов против мира и человечности. Это тоже работа, которую мы уже активно ведем. Материалы, добытые историками, экспертами, направлены от имени Ассамблеи, от имени генерального секретаря в Следственный комитет и в прокуратуру. И только что мы провели презентацию второй издания книги крупного руководителя фонда «Цифровая история» нашего исследователя Егора Яковлева, который собрал новые, уникальные, эксклюзивные материалы, российские и зарубежные, ранее неизвестные, по доказывающему наличию плана уничтожения 30 миллионов советских граждан еще до начала войны. Из вот такого плана, который был гитлеровцами, значит, и проведен, и проводился в жизни. Еще целый ряд направлений, которые, конечно, это то, что я сказал, это не все, но это и восстановление имен в Восточной Пруссии сейчас на месте восстанавливают памятники советским воинам-освободителям, где из упокоенных там трехсот с лишним человек известны имена лишь только около ста восьмидесяти. Вот восстановление вот этих этих имен, присвоение, вот мы видим здесь вот на экране дороги жизни, дорога воинской славы, такой вопрос подняли наши коллеги из Ленинградской области. И я убежден, что это заслуживает, чтобы дорога жизни, которая спасла, наверное, не одну сотню, значит, тысяч жизней ленинградцев, она заслуживает того, чтобы вот это звание дорога воинской славы было ей присуждено. Ну и целый ряд других направлений. Самое главное, что наше очень важно, и для нас то, что прозвучало в приветствии президента России, это особо отметившего работу по исторической памяти, которую ведет ассамблея, ну вот это вдохновляет нас на то, чтобы мы еще дальше развернули эту работу и в географическом плане, и скажу, что нам это удается, вот на сессии позавчера уже приняли участие, ну еще один генеральный секретарь у нас появился в ассамблее, это генеральный секретарь Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза, господин доктор Зават Матаги, ранец происхождению, который стал истином ассамблеи, включился в нашу работу. Я думаю, что вообще вот расширение этой географии и углубление работы по всем этим направлениям, ну это вот то, что мы должны сделать на следующем этапе нашей ассамблеи, работы ассамблеи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok